Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Вгляд с небесный». Сегодня хотелось бы начать с проповеди, которая буквально сегодня, несколько часов назад, была произнесена из зала суда молодым проповедником. Я бы сказал так. Каждый по-разному его воспринимает. Кто-то опять подумает, что я шучу. Ну, слушайтесь слова, и вы сами поймете, о чем я говорю. Конечно же, я судясь сегодня над Алексеем Навальным, блогером, политиком. Ну, вот уже он стал и проповедником. А я хочу поделиться. Понимаю, что многие не любят читать. Может быть, у кого-то свое какое-то отношение к Алексею. Но судите свое сердце сами. Я хочу прочитать для всех. «Я уже не знаю, о чем говорить, Ваша честь», – он обращается к суду. «Хотите, с вами поговорю о Боге и о спасении», – как это близко протестантскому сердцу. Выкручу ручку пафоса на максимум. Дело в том, что я верующий человек, что, в общем-то, служит примером насмешек в фонде борьбы с коррупцией. Это организация, выполняющая функции иностранного агента у нас в стране. В основном люди-атеисты. Я сам был воинствующим. Но сегодня я человек верующий. И это помогает мне, потому что все становится проще. Я меньше раздумываю, меньше дилемм. Есть книжка, в которой четко написано, что нужно делать в каждой ситуации. Не всегда легко ей следовать. Но, в общем-то, я стараюсь. Поэтому мне легче заниматься политикой. Мне недавно пишет человек, «А что тебе пишут? Терпи, не сдавайся, сожми зубы». «А чего тебе терпеть? Ты же верующий». Действительно. А написано, «Блаженны, алчащие и жаждущие правды, ибо они насытятся». И я подумал, надо же, как человек хорошо меня понимает. Я всегда эту заповедь воспринимал как инструкцию. Не очень наслаждаюсь местом, где я нахожусь. Я не испытываю сожаления о том, что я вернулся, о том, что я делаю. Я испытываю удовлетворение. В сложный момент я делал, как положено по инструкции, и заповеди не предал. Для современного человека вся эта заповедь звучит очень напыщенно. Сумасшедшие люди пытаются себя подбодрить, потому что они одиночки. Они никому не нужны. Вся наша власть пытается сказать таким людям, «Ты одинок, ты одиночка». Важно запугать, а потом показать, что ты один. Потому что какие нормальные люди будут выдерживать какие-то записи. Вещь про одиночество важна как цель власти. Отлично по этому поводу сказал замечательный философ по имени Палумна Лавгуд. Помните, такая была в «Гарри Поттер». Важно не чувствовать себя одинаковым, потому что на месте Волан-де-Мора «Я бы очень хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким». Наш Волан-де-Мор во дворце тоже хочет, чтобы я был одиноким. Ребята из конвоя замечательные. Им запретили со мной говорить, но они говорят иногда дежурные фразы. «Я не чувствую себя одиноким», потому что эта конструкция кажется экзотической, странноватой. Но на самом деле это главная политическая идея, которая есть в фразе. Какая самая популярная формулировка, какой самый популярный лозунг? В чем сила? В правде. Я остановлюсь здесь. Вы можете ознакомиться с текстом на многих сайтах. Сегодня цитируют, сегодня говорят. Не знаю, как вам, но я вот, видите, я сравнил сегодня Алексея и его проповедь, потому что оно прямой касается заповеди блаженств, которые Христос сказал на горной проповеди своей и сравнил его с молодым начинающим проповедником. Блаженно, то есть благословенно. Так сказал Христос. А после, вот сегодня я был занят всякими своими делами, и мне написал, наверное, уже после суда, один лютеранский епископ. Мой друг, добрый друг, он написал мне вот такие слова. Я процитирую сейчас. Он написал мне с боли, наверное, в сердце. «Плакать хочется. Несчастная Россия. Священники молчат. А политзаключенные о Боге вместо нас говорят. За эти слова можно все ему простить, если кто на него был в обиде». Очень пронзительные слова. Там слова длинные, много и о нас, о людях, о россиянах, и о том, что происходит. И меня поразили вот эти слова моего друга, что действительно все молчат. Священники молчат давно. И изредка удается услышать здравые слова, не то что, знаете, протестантов. Протестанты молчат или, в лучшем случае, осуждают, клеймят безродного космополита и врага народа Алексея Навального. Мы уже много это слышим, читаем. Я хочу вас познакомить также еще, наверное, прочитаю немножечко. Слова одного очень пожилого православного священника, который вот недавно буквально высказался. Какие-то ребята брали у него интервью. Я не буду читать все интервью. Пожилой достаточно человек, 80 с лишним лет ему, живет и служит где-то в Костромской области. Его зовут Григорий Эдельштейн. Он давал ответы на разные вопросы. И вот в одном из вопросов он говорит о том, что происходит. Знаете, простой, умудренный годами жизнью человек, он говорит, ну, что устроили в России? Что это такое? За шесть или там за семь неявок, вот то, что по телевизору говорят, везде говорят, да, что он не явился куда-то где-то отмечаться, всю страну перекрыли. Всю страну. На какие-то дни, дни, когда его судили, сколько массовых задержаний было, людям туда ходи, туда не ходи. Да вообще Москву все отцепили. Все центры городов были отцеплены. Столько полиции, столько Росгвардии, столько, вот как их сегодня в народе называют, космонавтов, наших же россиян, наших молодых ребят. Столько мы, наверное, уже давно не видели на улицах, в этой одежде, космонавтов, в бронежилетах, во всей экипировке, с дубинками. Мы видели много всего, как они обращаются с простыми гражданами, с россиянами. Вот что сказал этот старец. Главная для меня проблема, что все телевизионные каналы лгали. И результат этого только один. Десятки миллионов людей поймут, что суду верить нельзя. Прокуратуре верить нельзя. Это же огромное воспитательное мероприятие для всего нашего государства. Все каналы говорят одно и то же. Почему ни один из каналов не предоставил слово сторонникам Навального? Они что, боятся того, что они скажут? Мне с утра до вечера по всем каналам рассказывали, что Навальный не явился, не зарегистрировался и поэтому ему дали срок. Не надо мне вешать лапшу на уши. Не надо считать меня и миллионы моих сограждан идиотами. Почему какие-то депутаты или лидеры фракции Государственной Думы дружно клеймили этого Алексея Навального? Это единогласие подрывает веру в наше государство. Мы сейчас с вами говорим, а я вслух свидетельствую, что я не одобряю действия наших силовых органов. Я не одобряю действия нашей прокуратуры и нашего суда. Это пропаганда. То, что они делали, это ложь. Это неправда. Неправда то, что говорят об Алексее Навальном. Неправда. Ознакомьтесь, найдите слова этого православного священника, отца Григория Эдельштейна, старец, уже 80 с лишним лет. Пронзительные слова. Молчат, лгут, бьют. Мы все сами это видим. Мы все это понимаем. Мы все это знаем. И мне кажется, что пора нам задуматься, я уже много раз обращаюсь к священству, к священникам, к пастырям, к епископам, с такими же словами задуматься, почему мы молчим, чего мы боимся в своей стране. Почему сегодня политик проповедует Евангелие, Нагорную проповедь Христа, а нам до сих пор внушают, не лезьте в политику. Почему? Я думаю, что сегодня кто-то сидит и слушает, и может быть даже вы уже посмотрели, и кому-то закрылась такая мысль в голову. Вот все эти годы после принятия закона Яровой нас запугивали, что нельзя выходить, нельзя проповедовать, вам нужно что-то иметь. Какой-то паспорт миссионера. А знаете, у меня вот вопрос такой. Может быть на Алексея еще возбудят какое-то административное дело или уголовное за незаконную миссионерскую деятельность, что он сегодня на всю страну проповедовал Нагорную проповедь Иисуса Христа. Может до этого уже безумие дойдет, что... Я знаю, о чем я говорю. Друзья, поверьте. Пару лет назад буквально наши молодежь, подростки, вышли в субботу перед Пасхой. Просто спросить горожан наших, что они думают о Пасхе. Тут же вызвали полицию. Тут же ребята от 14 и чуть выше лет забрали. Составили там какие-то эти, но протоколы не стали составлять. Заставили позвонить родителям, забрать их из полиции. Что происходит с нами? Откуда столько людей в светлый праздник, прям вот прям в день перед Пасхой, столько ненависти, столько злобы в нашем обществе? Откуда? Я соглашаюсь сегодня с этим епископом из ветеранской церкви, который написал мне, что только за эти слова можно было бы за все уже простить Алексея. Кто-то говорит, он по-другому делу, его судят за разные дела. Все уже забыли, что его пытались убить в нашем государстве, что его пытались отравить. Никаких дел не возбуждают, ничего не выясняют. Мы знаем, как работает эта машина, что когда нужно, судьи выходят и в воскресный день. Я был, я видел, как это работает после 23 января, после выступлений на улицах наших городов. И вот в общественной палате, в специальном комитете, там прошло тоже какое-то специальное заседание. И были представители разных религий. И христиане, и буддисты, и мусульмане, и иудеи, и еще кто-то был. Наверное, были неверующие люди. И вышла статья потом из общественной палаты, что вот оскорбление там или что-то ветеранов нарушает, разрушает карму, по-моему, нарушает пятую заповедь. Выступили несколько религиозных, так сказать, лидеров. И вот с этой кармой. Я потом посмотрел на сайте одного союза, и там было тоже. Ну, только карму убрали. Почему-то не понравилось то, что буддисты сказали, что это разрушает карму. Может быть, это тоже, знаете, взять полностью статью и изменить заголовок. Убрали карму, убрали то, что буддисты считают, думают. А это не есть оскорбление чувств верующих. Тоже надо подумать, когда вот так неумело, наверное, кто-то пытается взять информацию и удаляет что-то еще. Там говорилось, что представители всех аврамических религий осуждают вот эти высказывания, потому что это пятая заповедь. Кстати, даже в христианской церкви, это заповедь, почитай отца и мать твою, она не пятая. У католиков, например, она четвертая. То есть, это вопрос такой. В еврейской традиции, насколько я знаю, есть разные мнения. Они называются «10 речений». Некоторые раввины говорят о 12, некоторые о 14 речениях. То есть, вот эти заповеди, они разбиваются на разные. А юдаизм признает, вот как одна из аврамических религий, признает 613 заповедей. И когда судят политика по религиозным, требуют, вернее, что надо осудить. Мы, кто выросли в советское время, мы помним, мы читали и знаем, как это все было в сталинские времена, как клеймили врагов народа или там злостных и безродных космополитов и всяких отщепенцев и врагов России. То же самое, кстати, происходило и в Германии. Может быть, вы когда-то читали, как там министерство пропаганды, их министр пропаганды тоже клеймил всех, кто якобы получает деньги Запада и творит вот эти всякие беззакония. Но вообще, само по себе, это, знаете, вот его суд еще не осудил, а некоторые религиозные лидеры уже потребовали осудить и, не знаю, чуть ли не убить, наверное, Алексея Навального за его позицию, за его смелость. Я не знаю, какие будут комментарии после вот этой субботней проповеди, Нагорной проповеди Христа, которые Алексей Навальный сегодня произнес в суде. Думайте сами. Выбор за нами, выбор у каждого из нас. Бог сделал нас свободными, сотворил нас такими. У нас есть свободная воля. И это главное наше достоинство, наша воля. Благослови вас всех, Господь. Спасибо вам. С вами был я, епископ Альберт Радкин, и наш канал «Взгляд с небесный». Молюсь за вас, благословляю. Спасибо за все лайки, за все комментарии, за то, что подписаны на наш канал. Храни вас Господь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok